Баку и Тибилиси обладают значительным потенциалом для развития инновационных технологий. Об этом официальному телеграм-каналу Министерства экономики Азербайджана заявил бывший министр финансов, им замглавы МИД Грузии Валерий Чичалашвили. По его словам, развитие инновационных технологий очень значимо для утверждения в современном мире. Важно, чтобы Южный Кавказ стал привлекательным с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, считает экономист. При этом возросшее внимание к стартап-экосистеме обусловлено государственной стратегией цифровой трансформации Азербайджана. Она предусматривает внедрение современных IT-технологий в бизнес-процессы предприятий и финансового сектора, а также в деятельность государственных и общественных организаций. Еще в 2022 году министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев посетил агентство инноваций и технологий Грузии, ознакомившись с материально-технической базой IT-технопарка, действующего при агентстве. В ходе встречи были обсуждены направления будущего сотрудничества с грузинскими стартапами и инновационными компаниями, в том числе в рамках региональных проектов. Грузия, как и Азербайджан, приступила к развитию стартап-экосистемы сравнительно недавно. Грузинские и азербайджанские инновационные компании ищут поддержку международных вендоров, венчурных фондов, привлекают подрядные заказы у ведущих компаний, сообщил Чичалашвили. Усилия по созданию инновационной экосистемы в Грузии обрели последовательную форму после создания в 2014 году при Министерстве экономики Агентства инноваций и технологий. С тех пор при поддержке программы Всемирного банка здесь уже в который раз проводятся грантовые конкурсы для порядка 120 стартапов. Созданы профильный технопарк и бизнес-инкубаторы. Налажена работа с международными венчурными фондами. Ведется поиск для вывода инновационных продуктов и креативных услуг на международный рынок. Продолжение следует...